Вот, красная зона, да. Иди конфетку съешь. Красная зона, значит, пора поднимать сахар в крови. После коронавируса у Софии диагностировали диабет. Теперь каждый день она под наблюдением папы Алексея. Мне пришлось уволиться с работы, а жена работает. После приобретения помп у девочки стало проще посещать детский сад и в целом передвигаться. При снижении показателей она сама указывает в приборе, сколько единиц инсулина ей сейчас нужно. Но поддерживать стабильность непросто. По словам Алексея, периодически препараты и медизделия выдают с задержкой. Так в декабре они не получили тест-полоски и инфузионный набор. Выкручиваются как могут. Меняемся, где-то просроченное покупаем. Но вот сейчас осталось на 4 дня, я не знаю, где сейчас. Вот эта упаковочка, ну, 1010 стоит 15. Если сенсоры покупать, вот это все, ну, до этого было 30 тысяч в месяц. В 2022 году. Ну, а сейчас, наверное, 40-50. На Алтае больше 100 тысяч человек с сахарным диабетом. И наш край – лидер в Сибири по росту числа заболевающих. В региональном Минздраве проблему с поставками признают. Причины могут быть разными. Например, сталкиваемся с проблемой несостоявшихся торгов. Более 30% закупочных процедур признаются несостоявшимися с первого раза, ввиду отсутствия заявок от потенциальных поставщиков. В этом случае специалистами Минздрава направляется информация в медорганизации края о необходимости смены проводимой терапии и проведении аналоговой замены указанного препарата. Руководитель краевой диабетической общественной организации Марина Ермилова говорит, что перебои случаются стабильно 2-3 раза в год. И люди покупают препараты за свой счет. Но если сохранять чеки и судиться, деньги можно вернуть. Но вот статистика организации. Из 100 опрошенных родителей детей с диабетом половина никуда не обращается. Так как у моего ребенка и у меня в частности есть судебное решение, и как только подходит срок к тому, что нужно получить все необходимое, про таких пациентов сразу же вспоминают и их обеспечивают. К сожалению, наверное, это мне не очень нравится, тенденции такой подход. Мне кажется, это только еще больше разозлит людей и спровоцирует еще больше поток обращений в правоохранительные органы, потому что это в корне несправедливо. А сенсоры? Ну, это либра, а у нас инлайты. А значит, их нету, и вам заметили либра? Да? В карточке, как написано, и вам все прочитала. При задержках в поставках в пару дней Марина Ермилова советует звонить в аптеки. Если препаратов или медизделия нет пару недель, обращаться к правоохранителям. По информации Минздрава, закупка расходных материалов консулиновым помпом происходит по заявкам медорганизаций. Регион уже заключил семь контрактов на поставку на сумму больше 40 миллионов рублей. Еще три закупки планируют провести в ближайшее время. Анастасия Драган, Владислав Ковалев. День с толком.